Это программа День с толком. Студия Андрей Дреер. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Наращивают мощности. Когда Алтайский край накроет третьей волной коронавируса? В чем причина трагедии, определит следствие. Вспоминаем наших погибших в небе над Кузбассом. Стихи, музыка и сотни поклонников творчества. На Алтае прошел 14-й фестиваль Роберта Рождественского. В Новоалтайской ЦРБ вновь открыт ковидный госпиталь. Всего на две недели здание переставало быть красной зоной. В Алтайском крае вообще наращивают ковид мощности. Сейчас в регионе подготовлено 1840 коек. Минздрав фиксирует рост количества заболевших коронавирусом. Есть в их числе и те, кто заражен повторно или даже после вакцины. Об обстановке в крае расскажет Анастасия Дороган. С начала июня скачок числа заболевших на 20%. Спустя полгода мнимого затещья коронавируса вновь поднимает волну. Теперь главным пациентам от 18 до 40. А привычный уханьский штамм разбавляет британский и индийский. Появляли ковид, отправляли в научные исследовательские. Находили индийский и британский штамм по клинике. Они особо ничем не отличались. Вирус диагностируют повторно. Диагноз ставят и тем, кто поставил вакцину. Из 290 тысяч привитых ковидом заболели 184. Звучит как погрешность, уверены медики. Вирус атаковал их еще до выработки иммунитета. Врачи призывают обезопасить себя и подумать о других и поставить вакцину. После скандала с опивак-короной, когда у привитых не выявили антител, ее эффективность для многих сейчас под сомнением. И барнаульцы просят ставить только спутник ВИ. В спутник он и поступал в наиболее большом количестве. До 90% всей поступившей вакцины это спутник ВИ. Просто мы имеем уже опыт работы с ней. Почему мы ее активно рекламируем? Потому что мы с ней достаточно давно уже работаем и имеем опыт определенный. И та статистика, которую я вам приводила, и отсутствие поствакцинальных осложнений. А между тем в стране боятся, что рекомендованная вакцина станет обязательной. И прививать 60% работников прикажут и на Алтае. Отказ от укола грозит сотруднику потери содержания или увольнением. Но барнаульский пассажироперевозчик Олег Бесчастный уверен, что понимающих эту меру будет больше. Мол, все устали от болезней и запретов. Если это будет на законодательном уровне, что не допускать до работы непривитых, как без документа, согласитесь, если не будет водительского удостоверения, он же не седет за руль, правильно? Это же нормальная рабочая атмосфера, поэтому я считаю, что все нормально будет, если так будет. В крае же свое решение по этому поводу еще не вынесли. Прививка против новой коронавирусной инфекции была внесена в национальный календарь профпрививок. С этим приложением номер два и будут обсуждаться вопросы, кто будет подлежать и в каком формате вакцинации. То есть сейчас там прописаны лица старшестей, в принципе все взрослое население и отдельные группы профессий. Определенное неверие и недоверие к вакцине, оно является в какой-то степени производной от неверия и недоверия в целом. Властям, традиционной медицине, которая зачастую совершает различные ошибки, хотя, конечно, врачи героически на переднем плане борьбы находятся. Принудительная вакцинация не выход, потому что вполне возможные какие-то схемы будут придуманы. И они уже есть. На Алтае появился рынок липовых сертификатов. Как начинающие бизнесмены, мошенники звонят первые. Сначала показалось, что это какой-то сюр и ослышалось. Но нет. Вежливый голос квалифицированно рассказал, как все это будет обстряпано. Никто же ничего не узнает. Все сделают через лабораторию официально. Анна, конечно, отказалась. Да и сертификат у нее уже есть. Говорить с нами не захотела из-за хейта после поста. Но кажется, что таких историй будет все больше. И медицина вновь готовится к обострению. Бывший ковидный госпиталя на старте. Больше кое с кислородом. Губернатор на оперштабе пообещал нам дополнительные средства для увеличения объема обследования пациентов на выявление коронавируса. Поэтому, естественно, здесь тоже никаких ограничений не будет. Мы будем обследовать всех абсолютно подозрительно для того, чтобы обеспечить максимально раннюю изоляцию. Сегодня на Алтае открыто уже 1840 коек для коронавирусных больных. За неделю количество проводимых КТ выросло втрое. А мобильные пункты для вакцинации работают с 8 до 20 часов. Окончательные ограничения в край еще прозвучат. Сейчас их обдумывают в правительстве. К другим темам. На выборы в Госдуму по округам от Алтайского края пойдут единороссы Александр Прокопьев, Данил Бессарабов, Сергей Струченко и Ван Лор. Итогами партийного съезда, который завершился в столице России, местное руководство партии поделилось сегодня с журналистами. Секретарь регионального отделения Александр Романенко и руководители регионального исполнительного комитета Денис Голобородько рассказали, что сейчас алтайские единороссы приступили к разработке предвыборной программы, с которой пойдут на выборы в АКЗС. Предварительно на 15 июля планируется конференция регионального отделения, на которой, собственно говоря, вы узнаете окончательный список кандидатов на выборы в краевое законодательное собрание. До этого, конечно же, мы уже проведем некоторые мероприятия на территории муниципальных образований. У нас депутаты уже Государственной думы, краевого законодательного собрания начали проводить свои отчетные кампании. На съезде в Москве лидер партии Владимир Путин перечислил несколько инициатив, которые должны будут воплотить в жизнь в самое ближайшее время. Например, с 1 июля будут давать выплаты на детей из неполных семей от 8 до 16 лет. С 1 сентября планируется повысить больничный по уходу за ребенком до 7 лет. Будет также запущена программа реабилитации медработников, переболевших ковидом. Продолжим. Барнаульские дольщики ЖК Парковы устроили митинг. Люди вышли на Площадь Свободы, требуя, чтобы Барнаул Капстрой достроил их дома в срок. Еще одна претензия, которая и заставила дольщиков выйти с плакатами. При покупке жилья строительная компания обещала подземную парковку. А теперь строить ее не собирается. Говорят, дорого. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Мы купили квартиру, чтобы жить в ней. Кольцо дольщиков сужается вокруг директора Барнаул Капстрой. Строительная компания недавно чуть было не стала банкротом. Как раз финансовое состояние застройщика, его мутные обещания и беспокоят жителей будущего ЖК Парковой. Оттого и вышли на митинг. Стройка жилого комплекса встала на паузу еще в прошлом году. Стройка прекратилась, потому что гендиректор бывший и замглавы по строительству были посажены за коррупцию. В настоящее время, спустя год, стройка восстановилась, возобновилась, но не в пользу людей. Потому что люди покупали одно жилье, а по факту получат другое. Дольщиков не устраивает, что компания хочет решить свои проблемы, откусив часть их дома, то есть лишить обещанной подземной парковки. По словам директора компании, она усложняет и тормозит весь процесс. Был первый подземный этаж, который соединял три отдельных здания. Фактически сейчас, пытаясь решить свою проблему, Барнаул Капстрой убирает парковку от третий блок секции, чтобы сдать ее как можно быстрее дольщикам. Сейчас хотят убрать основу нашего дома, минус первый этаж. Как это повлияет на наши дома, на наши квартиры, как это засыпается. ЖК Парковый – это уже не первый проблемный объект Барнаул Капстрой. Чтобы достроить дома на Парковой, компания ведет переговоры с банком, который может возобновить финансирование. Банк говорит, мы готовы финансировать строительство жилья. Мы видим, что там все в порядке и с экономической точки зрения, и со строительной точки зрения, но без парковки. Поэтому выбор небольшой. Лучше построить жилье. Или забрать свои деньги с искроу счета, если дольщик захочет расторгнуть договор. Вот только на те средства, которые люди когда-то вложили в строительство, сейчас ничего уже не купишь. Почему продажа квартир продавалась на момент, когда у вас были проблемы? Вот ваши девочки, которые занимались продажей, очень хорошо их продавали. И люди по незнанию... Я спрошу у девочек, почему они продавали. Нет, у вас у себя уже могу спросить. В договоре у дольщиков значится срок окончания работ – октябрь 2021 года. Но даже если Барнаул Капстрой сдаст жилой комплекс без подземной парковки, большой вопрос, что это будет именно октябрь именно этого года. Если посмотреть на ход строительства, никаких гарантий нет. Случится третья волна ковида. Ляжет у нас полбарнаул Капстроя, и все. И закончилась вся моя гарантия. Возможно, какую-то гарантию люди получат от главы города. В мэрии нам сообщили, что в этот четверг планируют устроить встречу с участниками долевого строительства. И уже не в формате митинга. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Чтобы ездить по ровным дорогам. Специальная комиссия, в состав которой вошли представители краевого Минтранса, проверила работу двух новых заводов по производству инертных материалов для дорожного ремонта в Мамонтовском районе. Уже через пару месяцев оба предприятия начнут функционировать в полном объеме. Как после этого изменится ситуация на трассе, которая недавно перешла в федеральную собственность, и где ремонт уже в разгаре, расскажем далее. Асфальто-смесительный завод установлен на трассе А321 в Барнаул, граница с Казахстаном. А делают здесь высококачественную асфальтобетонную смесь. Завод быстро работает и управляется одним оператором. Техническая производительность 160 тонн в час. Это почти в два раза больше, чем выдавала прошлая установка. Стоимость завода – 94 миллиона рублей. Завод рассчитан под все новые технологии. В нем присутствует шесть бункеров питателей, грохот шестибункерный. Он рассчитан на все совершенно новые технологии, также и по битумным вяжущим. К нему идет дополнительная емкость работы с полимерным битумом, что будет же улучшать все дорожные условия. В нескольких километрах от асфальто-сместительного работает еще один завод. Его установка обошлась в 10 миллионов, а предназначен он для приготовления цементно-грунтовых смесей, которые активно применяют в дорожном строительстве. Завод состоит из агрегатов и устройств, которые качественно и быстро выполняют технологические операции. Производительность также выросла. Теперь это 200 тонн в час. Именно удар будем наносить по самым таким участкам, которые требуют неотложного ремонта. Там проблемно? Конечно, конечно. То есть здесь не нужно быть большим специалистом, нужно просто сесть в автомобиль и проехаться, и уже достаточно будет понять, где в первую очередь необходимо делать ремонтные или восстановительные работы. В сентябре 2020 года трасса А321, Барнаул, Павловск и граница с Казахстаном перешла в статус федеральный. Ремонтные работы дорожники ведут в районе села Буканское. Завершить их планируется до конца 2022 года. Перед Колундой на участке, протяженностью 13 километров, уже сейчас выполняет устройство защитных слоев. Это повысит ровность и коэффициент сцепления колес с дорогой. Благодаря работе двух новых заводов дорога заживет новым асфальтом. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Уже завтра в Кемерове состоятся похороны Александра Шейкина, пилота, который погиб в минувшие выходные в воздухе над Кузбассом, а когда-то учился и работал на Алтае. Трагедия унесла жизни четырех человек, в том числе и барнаульца-инструктора Алексея Рыбальченко. Артем Гусельников пообщался с теми, кто был лично знаком с погибшими. Самолет Л-410 разбился на аэродроме под Кемерово. На его борту находилось 19 человек. Среди них и наши земляки, которых на Алтае знали очень хорошо. Александр Шейкин – пилот судна, инструктор курсантов Барнаульского института авиации и Алексей Рыбальченко – тренер по прыжкам с парашютом. На данный момент официальная причина крушения – отказ одного из двигателей. При таком отказе двухмоторный двигатель Л-410, мы вчера с ребятами рассуждали, в общем-то на одном двигателе можно было посадить, непонятно только, почему крен, зачем крен создавали. Надо было по прямой потихоньку набирать высоту, парашютисток сбросил. Или посадка перед собой по прямой. Вячеслав отзывается о пилоте Александре Шейкине, как о настоящем профессионале, исполнительном сотруднике, отзывчивом друге и любящем отце. Он окончил летное училище в 1999 году, летал в Кемеровском ДСАФ и уже после него ушел в коммерческие полеты на аэродром Танай. Другой погибший, инструктор Алексей Рыбальченко, пришел в парашютный спорт случайно, за компанию с друзьями, но остался в нем надолго. На момент гибели спортсмен летал уже 17 лет. Ежедневно он совершал десятки прыжков, а их общее количество исчислялось тысячами. Несколько лет назад он был гостем нашей студии, где взахлеб рассказывал о парашютном спорте. Это удовольствие дорогое, желающих много, но в спортсменах остаются людей немного, потому что это как бы больше спорт уже состоявшихся в жизни людей, то есть уже потому что требует достаточных финансовых затрат, то есть покупка снаряжения, парашют, высотомеры, шлемофоны, ну и непосредственно сама плата за прыжки. Но помимо финансов парашютист должен обладать еще и набором личных качеств, смелостью, отзывчивостью, ответственностью и стремлением к новаторству. Именно так отзываются Рыбальченко, его знакомые и сослуживцы. По данным следствия, самолет крылом задел кроны деревьев, и именно это стало причиной падения. В тот день экипаж совершал уже четвертый рейс. Николай Радостев убежден, пилоты не могли допустить ошибку. По его версии, причиной крушения стала техническая неисправность судна, ведь самолет использовался более 30 лет. И такой срок эксплуатации практически у всех воздушных средств ДСАФ. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В Крае завершился 14-й фестиваль Роберта Рождественского. В празднике участвовали не только жители региона, но и поклонники творчества поэта со всей России. Побывали там и наши корреспонденты. Маргарита Гартунг расскажет, как это было и что организаторы планируют в следующем году. Рождественский фестиваль – настоящий праздник, где гостей встречают стихами, песнями и народными гуляниями. Из-за пандемии в году минувшем он прошел в онлайн-формате. Нынче в Ярлюби вновь пришли сотни поклонников творчества нашего знаменитого земляка. Раньше как бы не знали, что некоторые стихи, которые известны, и песни, которые поют, написаны на самом деле на слова нашего земляка. Очень приятно. И как всегда в воздухе витает атмосфера веселья и творчества. В этом году фестиваль решили отметить масштабно. Десятки творческих площадок. Самое главное по традиции – литературное. Каждый мог выйти на сцену и прочитать стихи любимого поэта. У Натальи Фоминой из села Березовка Первомайского района уже семь дипломов за победу в Рождественском поэтическом фестивале. Она рассказывает, что на этом останавливаться не собирается. Нам здесь очень нравится. У нас даже с деревни в этом году не приехали, а мы просто прямо едем сюда отдохнуть. Здесь такая природа, здесь такие люди. Вообще нам очень нравится здесь. Просто тянет сюда, едем и все. До утра танки вышли прямо к химкам. Те самые, с крестами на броне. Изюминкой фестиваля стал концерт московской группы «Кватро». Перед выступлением музыканты посетили музей Роберта Рождественского. Нам признались, что песни, написанные на стихи поэта, занимают в их репертуаре особое место. Для нас попасть на родину Роберта Рождественского в Барнаул – у нас впервые этот опыт. Мы были здесь уже с сольным концертом, но так, чтобы участвовать в фестивале Роберта Рождественского – это впервые. И для нас, конечно, это большая радость, большая честь. И что мы отметили для себя, то, что люди действительно знают Роберта Рождественского, любят его, его стихи, его песни, поют все, все знают слова. Это настолько, мне кажется, правильно, чтобы люди знали своих героев в лицо. Выходил из дома бывший пророк, который на свете все уже рассказал. Завершился 14-й фестиваль Роберта Рождественского традиционными литературными чтениями. В этом году стихи читали поэты Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Новосибирска. Организатор фестиваля Алексей Панюков говорит, с каждым годом интерес к фестивалю становится все больше. Постоянно возникает вопрос о том, что будут ли рождественские чтения в Косихе, в каком формате, как они будут проходить. И когда мы отвечаем на вопрос, что да, действительно они будут, все очень рады и очень большое количество заявок поступает, и как и на песены, и на поэтический фестиваль. Мы просто даже не успеваем всех их здесь показать. Тем временем организаторы признаются, несмотря на то, что фестиваль только подошел к концу, они уже начали подготовку к следующему. Ведь юбилейный уже не за горами, а это отличный повод, чтобы встретиться еще раз. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком. С 22 по 26 июня в Барноле пройдет цикл лекций «Умная неделя». Инициатором выступает просветительская организация российского общества «Знания». На Алтай приедут известные московские спикеры, которые расскажут о современных цифровых технологиях, развитии личного бренда и многом другом. 22-го, 4-х часов дня, две больших программы про индивидуальный план развития, как изменить себя, как жить спокойно, как вписаться в этот цифровой мир, будут читать на площадке педагогического университета «Молодежная 55». А 23-го, 24-го и 25-го июня каждый день в 4 часа дня разного рода популярные просветительские лекции, как продвигать себя, как формировать личный бренд, как зарабатывать деньги, будут проходить на площадке Кванториума по адресу Попанинцев, 113. Лекции абсолютно бесплатные, прийти может любой желающий. Узнать подробности и ознакомиться с программой «Лектория» можно на сайте Кванториум-22. Бесплатные летние тренировки под открытым небом вновь доступны жителям краевой столицы. Напомним, с 2017 года в парке спорта Алексея Смертина на каждую неделю в рамках проекта «Фитнес в парке» собирается больше ста любителей спортивного образа жизни. Перерыв делали лишь в прошлом году из-за пандемии. А сейчас профессиональные тренеры ждут всех желающих. Подробности у Дмитрия Дроздова. На первую в этом сезоне тренировку пришли как дети, так и взрослые, даже со своими домашними питомцами. Каждый из более чем 40 человек с нетерпением ждал возобновления занятий. Пришли позаниматься, провести вечер пятницу культурно, так сказать. А вы планируете полностью заниматься все дни, которые будут? Как получится. А как отреагировали, когда узнали, что будет такая возможность? Обрадовались, конечно. Да, целый год этого не было. То есть в прошлом году перерыв был. Я давно ждала эти тренировки. Последний раз я приходила в 2019 году на занятия. 20-е, к сожалению, мы пропустили. И 21-е я здесь, как только объявили, на первой тренировке. Где-то два года назад ходила сюда. Весь сезон практически проходила. Было очень интересно. Мы здесь занимались спортом. Было очень весело. И по итогу нам вручили медали. То есть было очень клево. Как-то так. На силу почувствовали после тренировок в себе? Да, я очень хорошо форму у себя вошла в свою форму, которая была раньше. Теперь вот решила тоже через год, пока лето, зарядиться тренировками. Если человек что-то делает, результат всегда виден. Это вот всю жизнь так. Если человек делает вид, ну, к сожалению, результата нет. Поэтому вся программа сделана так, чтобы вы результата добивались. Всегда есть чем заняться, самое главное. То есть фитнес-клуб ограничен стенами в этом плане. Да, и творческим подходом не все решается. Но вот для меня, с точки зрения философии, это новое веяние, новая жизнь. Принять участие в проекте может любой желающий. Вне зависимости от возраста и физической подготовки. Всех ждут в парке спорта Алексей Смертинов в 19.00. Во вторник на social dance и в пятницу на силовую тренировку. Занятия проводят профессиональные тренеры и фитнес-инструкторы. Целый час движения в современном динамическом формате и с музыкальным сопровождением. Кстати, в конце сезона подведут итоги проекта. Самые активные горожане получат от спонсоров призы и подарки. Как мы видим, упражнения легкие. Легкие в том плане, что они доступны всем. И сможет сделать и ребенок, и взрослый человек. Они доступны каждому. Но перед каждой тренировкой важно одеться правильно и, конечно, размяться. Дмитрий Дорозов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.